Анемия, гипотириоз. У меня был застой желчи, и ладони немножечко у меня были с желтоватым оттенком. Одна терапевт мне вообще сказала, вы, наверное, морковку много едите по щитовидной железе. Вижу немножечко результат. Я себя чувствую хорошо, у меня ладони посвятели. То, что мы едим, отражается на наш организм. Я это сейчас понимаю и осознаю. Это наша отличница, участница 32-го потока школы здоровья. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите, что привело вас на школу здоровья. Здравствуйте, меня зовут Лейса, и на школу здоровья я пришла с такими проблемами, как анемия, гипотириоз и застой желчи. Расскажите, что именно интересно, какие вы сейчас применяете принципы школы здоровья у себя? То есть соблюдаете ли режим сна, соблюдаете ли движения, как мы прорабатываем на школе здоровья, питание? Да, я стараюсь придерживаться питания школы здоровья, и как бы режим сна у меня трепутался. То есть я стараюсь ложиться в 10, в 11, я присыпаюсь без будильника, потому что у меня уже организм такой оттыскавшись. То есть энергии стало больше, да? Да. Движения у меня тоже, как бы, в принципе, я активно стала заниматься. Расскажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете сейчас? Какие симптомы уже дают знать о том, что улучшение пошло? Вообще, как бы, у меня был застой желчи. И ладони немножечко у меня были с желтоватым оттенком. Одна терапевт мне вообще сказала, вы, наверное, морковку много едите, поэтому у вас ладони желтые. Для меня это был шок просто. Сейчас вот на школе здоровья после очищения я прям вижу, да, у меня ладони посыпели, то есть у меня нету желтого оттенка. Глазное яблоко, да, тоже как бы немножечко желтым оттенком. Но вот еще немножечко есть оттенок, но вроде как бы уже проходит. Если я буду прорабатывать дальше, я думаю, что я избавлюсь от этого оттенка тоже. То есть основной процесс выздоровления уже, в принципе, запущен. Я знаю, что вы сейчас прошли курс анализа витамины и будете дальше для лечения щитовидной железы, да, Сахарина? Я вот решила пройти школу здоровья, полностью очистить организм, а потом уже пройти витаминный анализ. Сейчас я уже начала именно по щитовидной железе пить витамины. И как бы я по ним тоже, в принципе, вижу результат. Я себя чувствую хорошо. Как ваше отношение и как ваши, может, себя вас поддерживали, когда вы проходили в колдоры? Были какие-то проблемы? Вообще, я хочу сказать моей семье очень огромное спасибо. Я, получается, и вес теряла, и худела. Они меня видели в разных состояниях. Меня никто не отговаривал от этого, и они меня поддерживали. Вот говорят, что здоровье и питание – это дорого. Ну, я считаю, что нет, это недорого. Как бы дорого обходится, когда мы по больницам ходим. Правильно говорят, наше здоровье – это вот наши тарелки. То, что мы едим, это вот отражается на наш организм. На данный момент я это сейчас понимаю и осознаю. Те затраты, которые вы тратите на питание, они здесь могли бы нести на таблетки, да? А сейчас… Да, да. Гораздо больше, гораздо больше пошло. Результат реально есть, да. Если ставить цель перед собой и идти к этой цели, можно достичь вот этого всего. Когда приходит понимание и осознание, у тебя уже чёткие шаги прорабатывают. То есть вот ты идёшь к своей цели, и ты как бы решаешь вот эти проблемы. И, Митяна, что вы хотите посоветовать подписчикам гипотерины? Вот однозначно советую, у кого есть проблемы с анемией, с гипотериозом, да, с лишним весом. У кого вот, допустим, экзема, да, вот я считаю, что школа здоровья – это вот огромное вложение для себя. Это уже вообще в комплексе всё. Там и кураторы есть, которые поддерживают, заветы дают. Хочу сказать компании Екатерины Новиковой огромное спасибо. Однозначно советую, то есть если у кого есть какие-то проблемы именно по здоровью, приобретайте. Я вас благодарю и за то, что вы были у меня одной из лучших учеников на Школе здоровья. Я хочу вам сказать огромное спасибо за поддержку и за знания. Спасибо вам. Очень благодарю. Спасибо. 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 Спасибо.